сегодня выходной день, воскресенье я решил его провести с пользой а собственно восстановить покрасить такие ящички я очень люблю всякий такой старый хлам вы уже наверное поняли судя по предыдущим влогам и вот интересно будет если вскрыть его бесцветным лаком я хочу чтобы все эти надписи все проявилось чтобы проявился узор дерева сделать его в таком винтажном стиле можно будет его использовать и дома и там на выставках ставить как для антуража какого-то стенда ну и вообще в принципе дать ему вторую жизнь потому что такие ящики сейчас в принципе и в моде и в тренде думаю что многие увидели что сейчас все делают заведение в стиле лофт поэтому сейчас вот буду вскрывать лаком а потом покажу что из этого вышло или не вышло увидим уже это позже все вот проявились все надписи плащ там номера в принципе стал лучше чем было приехали вот за двигателем на волгу сейчас будем грузить правда не знаю как еще сейчас нашли батон чтобы не порвать в машине в пирожке пол давай вот тот какой-то похож на аккуратно гвозди который похож на поддон ну да какой-то он реально большой я снимал с волги вроде меньше я снимал с волги вроде меньше мотор есть просто машины больше не-не-не он резит он большой вообще ты что положи леднюга большая агреватура вот в этом гран-чероге похожего размера это маляры летний вид малярничать просто уже время подгон подгон для ману забить чем-то салфет тряпочку я не дам чешу давай так ромка без тебя вообще понимаете и 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 С поддоном, с поддоном вырубкаем. Так, аккуратно, ровняйте. Есть. Так, теперь его можно... Или еще чуть вперед. Вы же его не удержите, он сейчас вперед пойдет. Так, так, хорош, Саня, Саня, я не удержу его. Если он сейчас вперед пойдет, я не удержу. Надо обвязать его трубу, веревка, там вон трос буксировочный есть. Водите, по чуть-чуть, по чуть-чуть водите. Нашки, аккуратненько. О, так, сломать его. Не, 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 стоп, стоп. Передержи, держи, держи, Саня. Стоп, я коробку сейчас сниму, и будет нормально. Все. Нормально, нормально. Ноги, ноги убирай. Он лежит, знаешь, на чем-то уже. Сейчас. Он тут уперся. Чуть-чуть на себя его подтяни. Вот. О, все. Все. Купыш, эй. Не в яму. В яму. А дальше от ямы. А ну, сейчас, слава богу, скат. Стоп, стоп. Смей. Опа. Заехал вот к пацанам на разборку. На БМВ. На Туполево. Идут реально очень жесткая дорога. Просто я уже еду, наверное, на минут 15. Вот просто, смотрите. О, ёбан. И это я уже ускорился, потому что уже не выдерживает. То нервы тут ехать. Ну, где-то километра, может быть, два. Но я просто уже устал ехать. Это просто не ехать, а скакать. Реально вот за мной там бусик, он тащится. Там вон впереди машина, придется. И я тут такой. Зато я купил мультиподлокотник. Назад там с телефоном, с управлением передней правой сидушкой, с управлением климат-контролем, с управлением музыки. Короче, доволен. Осталось теперь только найти того, кто это все адекватно подключится, чтобы оно все адекватно работало. Если там кто знает в Киеве каких-то адекватных нормальных толковых электриков по БМВ, там маякуйте, пишите в комментарии. Буду рад. Позже покажу вам более подробно про чудо-подлокотник. Удалось найти такой подлокотник. Тут находится телефон, управление правой передней сидушкой, управление бортовым компьютером и музыкой, память сидения электро заднего дивана, музыка и управление электрошторкой. В принципе, это очень много функций как для заднего пассажира. Это машина делалась для заднего пассажира. Только единственное, что тут не хватает ручки, но это я переставлю со своего подлокотника. И надо будет чуть повозиться с кожей. Так вот выглядит обычный подлокотник. Тут такая ручечка, чикс открывается. Тут лежит книжка, Библия БМВ. Сейчас покажу, тут просто находится, получается, пустота. Ну, сюда можно что-то положить. А тут находится чехол для длинных предметов, или как его называть, чехол для лыж. Там можно из багажника что-нибудь длинное положить. Он будет в таком чехле. Но это останется. Единственное, что мне нужно снять подлокотник. Я его уже как-то снимал, но не помню, сейчас буду вспоминать как. Все, казалось, не так все сложно. Это кнопка вообще, которая верхняя. Тут на трех таких вот защелках стоит. Она просто выщелкивается и обратно, короче, защелкивается. Тут посложнее все. Тут, получается, вот эта ручка держится на вот этих вот двух усиках. И самое сложное, чтобы их вытащить и не сломать. Сейчас буду пытаться как-то одновременно их подогнуть. Все, получилось. Аккуратно отчелкнул. Вот получилось. Аккуратно отчелкнул. Тут, получается, отверточкой подбел. И тут еще очень важно, что стоит такая пружинка. И главное не потерять. Потому что без нее тогда ручка не будет возвращаться. Она сюда становится. Чикс. Вот сюда становится. И потом в пазик такой возвращает. Ну вот, поставил его. Останется потом всю эту проводку подключить. Сейчас закину сидушку. Эту штуку я перекинул от старого подлокотника. Думаю, в принципе, потом кожу просто покрасить. Эту штуку еще перекинул. Просто еще пока не знаю как. Либо же обтяну другой кожей. Потому что тут он такой поношенный. Но я его там достал вообще за бесплатно. Можно сказать. Поэтому не стоит жаловаться. Попробую оживить кожу. Сейчас закину сидушку. Ничего не бывает без проблем. Столкнулся с такой проблемой. То, что у меня стоит, получается, тут чехол для лыж. А он выпирает. Теперь, получается, когда эту штуку закрывают, она туда не заходит. Потому что эта штука, это чехол для лыж выпирает. Теперь мне надо либо чехол этот нафиг демонтировать. Но это тоже прикольный ништяк. Либо же не знаю, что. Либо подлокотник ставить обычный. Блин, в этом на BMW, ну... Не могли что-то решить эту проблему? Ну что за фигня? Получается, что у меня или мультиподлокотник, или чехол для лыж. Выбирай, чувак. Мне на самом деле нахрен и то, и то не надо. Просто это фетиш, что ли. Ладно, сейчас буду что-то думать. Ну, наверное, пока оставлю так. Будет он просто, наверное, ездить в открытом положении. Было бы еще прикольно, чтобы он постоянно так был. Для понтов. Ну, тогда тачку быстрее, наверное, вскроют. Ладно, короче, сейчас будем ставить сидушку. Поставил. Доволен теперь, как маленький ребенок. Что такое теперь игрушка? Осталось это все найти. Электриков, кто знает в Киеве какого-то электриков, подскажите. С удовольствием к нему обращусь. Чтоб это все подключить. Осталось это все там еще привести в технический порядок. У меня там по коже. Чтоб это все красиво выглядело. Ну, теперь, смотрите, это порядок в ухури. Чуикс. Закрыл. Кабана набрал. Набрал хорошо. Позвонил. По поводу заводиков решили. Переднего правого пассажира можно будет унизить. Там, вперед-назад, вверх-вниз. Штуарочку, чтоб закрывалась электро. Музыку тут можете все громче. Трек там, посмотреть, какой у вас расход. Там, что у вас тачка, память, сидений. Потому что вот эти вот диваны задние. Электро тоже. Вот эти вот тут спинки, получается, ездят. То все. То есть, поэтому тут есть, как бы, чем. Тоже удивить людей. Только единственное, что... А, вот. Такая пластмассочка стоит. Ее снял. Вот. Так вот она ставится. Закрывает это все. Электроподголовники. Блок управления. Вот там вот, вверх-вниз спинка. Подкачка. Это подголовники. А это спинка. Вот так вот ездит. Тут подкачка поясницы есть. Вот видно, что такое надутая. Вот что, ну... Тут плохо закрывается, что надо будет проводать и укомплектовать нормально. Не, ну так вообще. Жир стал. Еще вот, еще ручки вот эти с деревом, чтобы были. Потолок надо там перетянуть. Ну такое, по мелочи. Там просто не хватает и времени, и денег. Потихоньку привожу в порядок ракету. Вот. Там кому интересно. Если будет интересно, то пишите комментарии. Могу взять полноценный обзор. Рассказать про нее, про ее проблемы там. Почему ее купил. Почему именно семерку. Почему именно Е-38. И так далее. Почему вообще BMW. Поэтому жду от вас комментарий. А я пойду, так сказать, думать дальше. Что тут улучшать. И что вообще с ней делать. И отдавать ли ее на металлон. Также хочу напомнить вам, что Мы продолжаем наш проект. Делаем педальную машинку. Делаем ее так. По своему вкусу и стилю. Вот уже погрунтовали. Немного покажу вам процесс. Как это все там происходит. Как это все делается. Делается все неспешно. Потому что это не приносит денег. Это так чисто для души. Нужно еще и успевать что-то заработать, чтобы покушать. Поэтому такие вот дела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, смотри. Теперь у нас после того, как мы нанесли грунт, проявились дефекты кузова. Вот то, что надо подрихтовать чуть-чуть. Вот мятинка на крепеже. Ну и, в принципе, вот здесь какая-то волна есть. Это, скорее всего, уберет шпаклевка. Ну и вот эти вот такие отточечные сварки. Так, в принципе, эта сторона как бы неплохая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никакой кривизны я, честно говоря, не вижу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крыло. Ну, мне кажется, это такая штамповка. Ну, может туда чуть-чуть можем подогнуть. Вот по рожек минимально, да. Ну, это просто... Ну, это порог подогнулся, потому что на подъемнике когда поднимали. Да, 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 да. Много раз поднимали. Вскрыли машину грунтом, тут проявились удары вот. Был какой-то удар в морду получала она. Либо пешехода сбила, непонятно. Тут чуть-чуть принимала. В принципе, довольно живой кузов. Ну, бочину не получала. Так чуть-чуть надо шпаклянуть. Будет кожаный новый стоять. Салон электро. Тут будет новый все стоять. Машина будет мухарская. Тут мигалки будут красные, сильные стоять. КОНЕЦ 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 Редактор субтитров А.Семкин